а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в 19 ферму и карта от родная долина сегодня у нас стартует 3 сезон в общем то для тех кто только начинает смотреть это прохождение или для тех кто уже забыл после перерывчика между сезонами давайте в общем то пробежимся посмотрим что у нас есть на ферме и будем строить какие-то планы на дальнейшее наше существование здесь а значится друзья у нас есть четыре поля одно маленькое вот такое 45 хотя если конечно так посмотреть то она нихренашники не маленькая по меркам обычных карт но здесь в общем то она маленькая я заблудился нормально все на нем растет сахарный тростник этот самый тростник мы постоянно в прошлом сезоне собирали этот самый тростник у нас идет на топливный завод из этого тростника мы делаем топлива ну и друзья есть у нас еще три больших поля объединенное 40 44 такое тоже здоровое дальше идет 38 39 тоже объединенное и большое такое длинное поле 35 36 37 в межсезонье друзья я сюда засеял пшеничку и в общем то мы ее уберем также друзья вот наша база на базе есть вот такой большой элеватор на 10 миллионов литров всего и для карьерных вещей всяких песок гравий ил и так далее у нас есть маленький элеватор ну то есть как маленький 3 миллиона литров он вмещает но пойдет также вот здесь у нас стоит силосная башня сюда мы друзья привозим траву и на выходе забираем силос надо силос вывести каждый раз когда травы становится меньше чем 480 кубов а силоса больше чем 520 я в общем то силос везу на элеватор а траву соответственно везу сюда потому что у нас большой самый прицеп на 520 кубов также на базе у нас есть вот такая вот штука пополнялка для воды по автодрайву она прекрасно работает и еще два маленьких производства производства семян и удобрений вот эта штука у нас работает на или в общем то как и с этой самой с башней силосной ее периодически здесь в общем то обновляю я наверное даже последних сериях это уже не показывал ну и производитель семян он сейчас стоит потому что семян у нас много возможно друзья конечно придется нам опять его потом запустить но если надо будет то запустим также на базе кстати у нас еще стоит и заводик по производству динамита мы его один раз заполнили он тут выработался стоит вот тут 12 таких вот динамитин удобрения и дизель он в общем то как ресурсы используют все нормально понадобится динамит тогда и будем все это делать также рядом с базой у нас есть топливный завод друзья тут у нас 4 линии силос кукуруза сахарный тростник и соргу в общем то силоса у нас много сахарного тростника у нас много кукурузы и сорга не помню что там на складе лежит сейчас пойдем посмотрим в общем то заводик работает 500 кубов вместимость тут каждый из этих ячеек в общем то силоса в теории уже можно даже и добавить тут я по 270 будут докидывать скорее всего посмотрим это на самом деле не важно а друзья также у нас за топливным заводом есть вот такая вот лужайка и и на самом деле уже давненько не косил потому что травы моносы подна собирали уже очень много но в общем то если что вот у нас есть лужайка ее можно косить собирать траву это не проблема погнали посмотрим что у нас творится вообще с нашими элеваторами что у нас есть во-первых извести хватает угля чуть больше миллиона песка чуть больше миллиона гравия ила в общем то всего 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 у нас хватает известня гипс карбонат кальция и известь у нас производятся на производстве и здесь кстати хранится еще и на правом вот это вот элеваторе и здесь тоже 800 кубов я с завода обычно вожу сюда когда заканчивается на основном элеваторе отсюда закидываю на основной потому что не посыпал к извести у нас известь берет именно отсюда а так вот что у нас интересное здесь есть кукурузы в принципе если что еще есть сахарного тростника прям вообще много сорга 100 кубов есть так что тут в принципе все хорошо есть дохренища просто дохренища клюквы дохренища травы для дохренища силс в общем то всего много удобрений много удобрения дорогие их можно будет съездить продать как-нибудь также кстати друзья еще по поводу территорий у нас куплено озеро точнее не озеро вот это вот лужа вообще она здесь конечно озеро здесь у нас когда есть вода появляется ил когда идет дождь вода наполняется полностью когда дождя долго не идет вода соответственно высыхает в случае если все высохло и отсюда забрали весь ил и он нужен это не проблема с водонапорной вышки сюда взяли воду привезли долго конечно это все дело но ничего страшного все хорошо ну и далее друзья погнали еще тоже по производством пробежимся что у нас еще во владениях есть во первых у нас друзья есть вот это вот замечательная заправка я сюда привез как-то 10 кубов топлива осталось 1400 литров в общем то надо будет топливо сюда привести обязательно в принципе не проблема топливо есть также на базе у нас есть вот такой вот маленький прицепчик для топлива который тоже умеет заправлять технику им обычно я комбайна заправляю потому что комбайн за уборку тратит почти целый бак а гнать его на заправку такое себе а сам он с жаткой разложено во время работы съездить заправиться не может трактора друзья ездят на заправку заправляться сами они это умеют по технике друзья что у нас есть у нас есть вот таких вот два грузовика один емкостью 270 кубов 2 520 а также из возилок есть вот такая вот же себе шка с прицепчиком на 47 кубов фреза для сборки ила в общем то тут все понятно и да еще маленькие есть вот такой на 14 кубов есть друзья два чисель культиваторы в случае если какая-то культура требует после себя вспашку мы вот этой штукой обрабатываем есть сажалка который мы толком не пользуемся потому что как-то другие культуры выращиваем есть такая вот маленькая бочка для воды который я тоже уже давно не пользовался она на 7 кубов но пока пускай постоит немного посмотрим нужна она будет нам или нет культиватор 16 метровый посыпалка удобрений и извести маленькая еще стандартная которая шла вместе с карты с началом карьеры и селка на 9 метров которая удобряет и культивирует и сеет короче все прекрасно а еще и плуг есть который мы используем для объединения полей в случае чего также есть друзья у нас фуражного такой прицепчик с джонзиром и с помощью него травку и солому собираем волковая жатка которую мы собственно используем для того чтобы все это дело заволковать и друзья еще у нас есть косилка на электротракторе в общем-то полный набор техники комбайнов друзья у нас два первый зерновой это вот такой вот кола с емкостью по моему 210 или 180 кубов точно не помню и жатка к нему еще дополнительная кукурузная такая вот есть а также друзья свекольный комбайн жатка у нас пока что только для сахарного тростника есть я все никак не соберусь посмотреть можно ли сделать одну универсальную жатку но случае чего жатками обзаведемся не проблема ну и друзья еще из техники у нас есть два мана один с цистерной на 30 кубов он сейчас в воду возит на цементный завод и платформа для поддонов к контейнеров и всякой прочей фигни погнали друзья еще по заводам пробежимся что у нас есть по заводам во первых кстати есть у нас вот такие вот карьеры это карьер с песком на нем стоит вот такой вот конвейер всего таких карьеров у нас четыре штуки на данный момент один с рудой один с углем один с песком и один с гравием на каждом стоят такие вот конвейеры все эти ресурсы у нас используются на разных предприятиях мне проще по автодрайву их возить и с базы поэтому я заполняю на базе 3 миллиона литров то есть по максимуму сколько влазит туда с этого карьера после чего соответственно мы с базы возим на предприятие когда там остается мало заполняем еще раз а смысл в общем-то понятен далее у нас тут есть территория где находятся все наши лесопильные дела полностью вся цепочка по деревообработки у нас здесь стоит во-первых сама лесопилка мы туда закидываем бревна и на выходе получаем вот такие вот замечательные доски а также смолу и щепу работает эта штука на угле уголь я периодически пополняю щепу соответственно мы периодически вывозим или развозим на другие предприятия смола соответственно у нас идет пока что только на производство клея может быть когда-нибудь пойдет еще куда-нибудь а смолу мы отсюда соответственно бочкой тоже вывозим далее друзья эти доски у нас идут на производство планок привозим сюда доски на выходе получаем планки также из досок у нас стоит такое вот производство поддонов привозим доски на выходе получаем поддоны а также если много лишних досок или нужна потребность щепе какая-то у нас есть щиподробилка. Сейчас она стоит, потому что не сильно-то и надо. Доски у нас в общем-то используются много где. Также еще из древесины, друзья, мы делаем ДСП. Тут у нас щипа закончилась, надо будет привезти. Соответственно привозим сюда щипу и клей и получается ДСП. Также, друзья, есть еще маленький заводик бумаги. Тут производство работает, всего хватает. Здесь вода и та же самая щипа используется для производства. Ну и для всей вот этой вот лесодобывающей фигни, друзья, у нас есть большой склад. А смолу я сюда не вожу, потому что ее пока в избытке нету и отсюда она скорее всего не выгружается в бочку. Удобнее ее возить именно бочкой. Все остальное я сюда закидываю с этих производств, когда они забиваются. Также есть здесь большой тоже бункер для щипы, но я им тоже скорее всего пользоваться не буду, потому что на базе есть и его хватает. Хотя с другой стороны, может быть имеет смысл ее именно сюда все сгружать и отсюда ее по всем производством развозить. Этот вопрос я еще обмозгую. Также, друзья, на этой самой территории у нас стоит большая камнедробилка. Она, соответственно, работает у нас на дизеле и добывает камни, а потом их дробит. Соответственно, дробит их в известь, гипс, карбонат, кальция и известняк. Периодически отсюда я это все дело свожу на базу. Хранится у нас все это сыпучее дело именно там. Ну и с этой территории, в общем-то, все. Погнали на другую. Вторая наша промзона это завод гипсокартона и завод клея. Это предприятие у нас требует карбонат, кальция, смолу и уголь и, соответственно, производит клей и эпоксидную смолу. Эпоксидная смола уже забита, причем довольно-таки давно. Она у нас пока что нигде не используется. Смолы тут хватает, угля хватает, пока что всего хватает. Рядом, друзья, у нас стоит производство гипсокартона. Что неудобно, конечно, это то, что здесь только поддонами и на склад далеко возить, но об этом попозже. В общем-то, сюда мы привозим уголь, клей, гипс, поддоны и бумагу и на выходе получаем гипсокартон. Поддонов здесь требуется прям очень мало. По-моему, я один прицеп здесь все привез и все. Самый больше расходуется, разумеется, клея и гипса. В общем-то, гипсокартон у нас тоже будет вывозиться на склад, там все нормально. А вот эпоксидную смолу и клей пока что я как-то не дошел, чтобы вывозить на склад, но да ладно. И, друзья, у нас еще одна промзона есть, самая такая пока что большая и требующая больше всего внимания. Во-первых, цементный завод. Сюда мы привозим уголь, песок, гравий и известняк. И на выходе получаем цемент, ЖВ-блоки, брусчатку и ЖВ-барьеры. Все это дело в сыпучем виде сюда привозится и, в общем-то, проблем никаких поддерживать. Это предприятие в состоянии, чтобы оно все время работало, никаких проблем нет. Отсюда, друзья, мы это тоже все периодически сгружаем и вывозим на склад. Надо будет этим заняться. Также, друзья, тут есть еще расширенное производство цемента. Для этого нужно упаковку привезти. Мы ее пока не производим, поэтому эта линия стоит. А рядом, друзья, у нас стоит сталелитейный завод. Он уже умеет намного больше всяких штук производить. Основные пока чем мы занимаемся, это стальные балки, гвозди, трубы и арматура. Это все дело у нас делается из угля, карбоната кальция, руды и воды. Тоже все сыпучее, поэтому тоже проблем никаких нет. Также тут есть еще линия производства свинца серебра. Для этого нужно будет добыть голенит. Может быть, как-нибудь это мы сделаем. Упаковку и поддоны. Остальные детали и стальные пластины то же самое, что у нас уже есть. И опять-таки упаковка и поддоны. Поддоны не проблема, вот упаковки нет. Я, если честно, даже и на данную секунду еще не разобрался, что это такое. Ну и, друзья, есть у нас еще большой склад. Склад этот нужно сейчас будет, наверное, пополнить. И все у нас будет хорошо. В общем-то, все добро я отсюда свожу на этот склад. И отсюда потом можно будет это все дело забирать в больших вот таких вот контейнерах. И сразу контейнерами все развозить. Также, друзья, чем мы занимаемся на данный вообще момент? Для чего мы производим то, что мы производим? И что вообще происходит? Мы, друзья, строим мосты. Один мост у нас уже построен. И один строится. На этот самый один нужно будет привести ресурсы. Вот этот мост, друзья, мы построили на Нижний остров. Один из. Скорее всего, начинать наше развитие мы будем именно на этом острове. Тут у нас есть электростанция. Также, друзья, есть мукомольный завод, который будет делать муку. Еще у нас вроде как здесь есть завод чипсов, если мне память не изменяет. Его, правда, надо будет построить. Правда, опять-таки, все ингредиенты для постройки у нас есть. Абсолютно все, поэтому мы можем это делать. А также, друзья, хлеб-завод. В этом, в общем-то, тоже особо проблем не вижу. Поэтому, наверное, первая цепочка у нас будет мука-хлеб. Единственное, надо будет мне только разобраться, посмотреть потом, как эти производства работают на другом сейве. И построить, в общем-то, какой-то хотя бы минимальный бизнес-план. Чтобы знать, что для чего требуется. Также, друзья, мы начали строить еще один мост. Вот этот, который у нас около заправки находится. На еще один остров. Сюда, друзья, нужно привезти еще один контейнер с арматурой и один контейнер с остальными балками. Но строительство уже запущено. На нижнем острове, вот на этот, который мы строим, тоже есть интересное предприятие. В первую очередь, меня, конечно же, интересует пивзавод. Потому что, ну, вы сами понимаете. Его, правда, тоже нужно будет строить, но не проблема. А также, друзья, находится на этом острове одно из самых больших полей, которые я планирую приобрести в будущем. Вообще, если говорить о полях, то до конца карьеры я планирую приобрести еще три поля. И это, в принципе, самые большие поля, которые есть на этой карте. Может быть, четыре поля. Но, разумеется, я хочу купить вот это вот 64-е самое большое. Я хочу купить 77-е и я хочу купить 80-е. Также, возможно, не знаю пока точно, возможно. А купим еще 16, 17, 18, 19 и объединим их. Получится тоже еще одно большое поле. Будет у нас очень много всего. И, друзья, на старте этого сезона, в общем-то, что нам надо сегодня сделать? Нам надо обновить технику. Точнее, не обновить скорее, а докупить технику. Потому что все, что у нас есть, меня, в принципе, по большому счету устраивает. Кроме одного трактора. И про трактор я имел в виду вот эту вот же Сибишку. Давайте отправим ее в магазин. А сами, друзья, пока пойдем в этот самый магазин и будем там что-нибудь себе присматривать. Первое, друзья, нам нужно купить еще технику, которая у нас будет заниматься перевозкой. Перевозки сейчас занимают большую часть, скажем так, времени и всего остального. Поэтому, друзья, мы берем еще одну вот такую вот платформу, которая у нас уже есть. Одна из них будет работать по автодрайву, другая будет крутиться на заводах на склад. Все это дело отправлять. Есть у нас еще такая вот маленькая штука. Пока что ее брать не будем. Когда понадобится, возьмем. Также, друзья, нам нужна еще одна бочка. И вторая бочка у нас будет уже на 100 кубов. Black Diamond. Кстати, красивенькая получается. Черная с оранжем хорошо смотрится. Давайте ее такой вот и возьмем. И вместимость мы на нее бахаем 100 кубов. 175 тысяч. Все понятно. Также, друзья, для перевозок возьмем еще одного вот такого вот мана зерновоза. Покрасим его, допустим, в черный цвет. Покупаем. И вдобавок к нему возьмем такой же черный прицеп. Зерновоз еще на 270 кубов. В общем-то будет такая вот парочка. Также, друзья, возьмем один вот такой вот прицеп на 100 кубов. Маленький. 140. Ничего страшного. Возьмем его. А там, где тесно и неудобно, будет кататься он. С перевозками вроде как все понятно. У нас как раз JCB-шка приехала на нашу базу. А в общем-то, в чем смысл? Этот трактор не справляется с этим прицепом. Поэтому надо этот трактор заменить. И возьмем мы трактор помощнее. И тоже JCB-шку, но это не важно. Давай, друг. Тебя мы продаем. Ладно, сколько ты у нас накатал, интересно. 1300 километров он, между прочим, накатал. Это вам не хухры-мухры. Всего за 25 тысяч у нас продается. Кошмар. Вместо него берем JCB-шку, но помощнее. За 310 тысяч выбор колес. Широкие шины смысла никакого не имеют. Поэтому берем вот так вот. Также, друзья, к нашему вот этому новому добру, которую мы взяли здесь еще. Всякие прицепы, но надо взять грузовики. Это будут вот такие вот маны по 130 тысяч. Давайте один из них сделаем оранжевый. Коранжевые бочки. На 131 тысяча покупаем. А второй. Пускай тоже будет белый с черными ободами. Который будет ездить с платформой. Также мы еще не взяли транспорт, который будет возить вот эту самую возилку. Тут подойдет самый маленький трактор, который только можно придумать. Единственное, 50 км в час хотелось бы его взять. Это будет в Альтра Н-серии, значит. В цветах класса вот такой вот красненький. А что, пойдет. Так что, друзья, как-то вот так вот у нас получилось. Теперь все это дело надо отвезти на базу и придумать им парковочные места. Для же Сибишки, в общем-то, все предельно понятно. Эта штука у нас будет... Я просто боюсь, что он не сильно будет быстрее ездить. Но надеюсь, что быстрее. У него есть парковочное место, парковка, зерновоз. То же самое парковочное место назначаем трактору. И отправляем его туда. Пускай становится там. Далее, друзья, наш вот этот вот ман-перевозчик. Цепляем прицеп, отправляем его на базу. Просто на базу. Там, в общем-то, он будет искать... Потом там будем искать себе место. В Альтру. Цепляем прицепчик и тоже отвозим его на базу. Давай, друг, погнал. Далее, оранжевый ман. Нет, получился не оранжевый. Получился белый. Значит, к нему мы цепляем платформу. И эту платформу мы отправляем на цементный завод загрузка. Или можно даже просто на промзону. Давай, друг, едь туда. Платформа, как правило, нет парковочного места. Здравствуй меня. Но ничего страшного. И, друзья, еще один ман. Бочку к нему мы цепляем. И тоже отправляем на базу. Давай, друг, погнал. Сейчас будем наблюдать гигантскую просадку по FPS-у. И искать парковочные места для нашей новой техники. Еще вот тут есть вроде как место два. Но мы больше единиц взяли. Также, друзья, кстати, я совсем забыл. Нам надо обновить сажалки и сейлки. У нас тут есть какие-то удобрения. И все это дело, друзья, надо сейчас высыпать будут. Семена удобрения. Сдынь. Выгружаем. И, друзья, магазин продажа. Давай, едь туда. А также, друзья, сейлка. С сейлкой мы тоже с вами прощаемся. Обычный магазин продажа. Только да, предварительно надо тоже высыпать семена удобрения. Давайте вот сюда вот их высыпем. И на магазин продажи отправляем вот этого трактора. Так, сейчас это все дело надо как-то собрать. Давайте вот с помощью нашего новенького трактора это и соберем. А сперва все семена загружаем, потом удобрения и везем их. Просто высыпаем в бункер на элеватор. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, вроде как все собрали. Давайте теперь найдем место этому товарищу, где он будет у нас жить. На самом деле, я бы его поставил на бывшее место нашей вот этой вот сажалки. И, пожалуй, давайте так и сделаем. А парковка-сажалка. Здесь у нас как раз вот две возилки будут вот таких вот рядом стоять. И все будет нормалды. Единственное, они очень похожи друг на друга, чтобы не путаться, какая из них большая, какая маленькая. Во-первых, тебе ставим припарковать по завершению, да? Выезд с поля с ближайшей точки. На всякий случай, пускай будет так. Далее. Парковка-сажалка. Переименовываем, во-первых, парковка-возилка-2. Возилка-мал, возилка-2. Пускай будет так. И назначаем этому товарищу парковочное место. Теперь, друг, ты у нас едешь на мой элеватор. Там разгружаешься, после чего едешь паркуешься. И, в общем-то, все хорошо. Хорошо, далее. У нас появилось, в общем-то, еще 2 единицы техники, которым нужно придумать парковочные места. А вроде как вот тут вот справа есть 2 места парковочных. Да. Парковка-цистерна и парковка-кюгель. Давайте посмотрим, что там на самом деле есть. Парковка-цистерна-аран. Кстати, там у нас парковка-цистерна-аран. Ха. Чтобы вы понимали, 19 фпс на базе с открытой картой. Просто боль. Так, парковка-прицеп-кюгель. Это вот оно. Перевиновываем парковка-ман-прицеп и назначаем на прицеп и на ман. То же самое. Ставим тебе припарковать по завершению. Да. Выезд с поля ставим ближайшую точку и отправляем тебя на парковку. Ты, в общем-то, доехал, да? Без приключений. И ты, друг. Блин, или цистерна у нас там и стоит. У нас же еще одна цистерна есть, которая ездит. Черт. Так, друг, стой пока здесь. Мы давайте остановим вот этого товарища и парковка-цистерна-аран у него. Да. Парковочное место. Значит, то не подойдет. Ладно, едь, катайся. Пойдем искать другое место. Вроде как здесь еще одно парковочное место было. Около холмера. Справа парковка-большой прицеп. Давайте... Давайте его используем. Во-первых, эту точку переименуем. У нас будет парковка-цистерна-большая. Потому что это у нас большая цистерна. Парковка-цистерна-большая. Назначаем это место и назначаем это прицепу. И тебе тоже припарковать по завершению ставим «да». Давай, друг, едь, ищи это место сам на парковку. А мы погнали в магазин. Посмотрим, что у нас там. К нам сюда, друзья, приехала наша сейлка и наша сажалка. Сейлка посеяла уже 340 кубов семян. Обалдеть. 657 гектаров насеяло. Неплохо так. 29 тысяч мы продаем трактор. Всего в цене, конечно, они капец просаживаются. 75 часов всего намотал. Продаем. И сейлку мы тоже продаем за 14 тысяч. Сажалка, друзья. Сажалка у нас отработала намного меньше. Всего 26 кубов семян. Я ей, по-моему, только один раз. Хотя 26 кубов семян. Пробег 100 километров. 70 гектаров засеян. Ну что-то ладно, я ей делал. Но последний раз я соевые бобы ей засаживал. А, кукурузу мы ей засаживали. Точно. Поэтому за сажалку мы получаем 86 тысяч хотя бы. А за трактор 180. И, в общем-то, нормально. Это все дело мы меняем, как говорится, шило на мыло. Но берем, друзья, одну сейлку и побольше. Это, друзья, вот такой вот модовый амазон. Большой бункер. 15 метров ширина посева. О, кстати, можно покрасить. Прикольно. Но я хочу, чтобы она осталась такой. Единственный цвет обода, конечно, можно поставить оранжевый. Будет классно. Так вот. Вот такая вот классная штука. Она и сеет, и удобряет, и сразу культивирует. И сеет она, друзья, и сажает сразу все. То есть и кукурузу, и все, что хотите. А к этой штуке нужен еще трактор на минимум 270 лошадок. И мне, друзья, нравится вот этот вот стейр ЦВТ. Можно даже ему двигатель чуть помощнее сделать. 252 тысячи. Шикарно подходит. Единственный вопрос, конечно, друзья, это влезет ли эта штука на парковку для нашей сейлки. Мы, в общем-то, это сейчас и проверим. Если мы промотаем то, что она может садить, вы, друзья, видите здесь абсолютно все культуры, которые есть на карте. За исключением картофеля и сахарного тростника. А так она садит абсолютно все. В общем-то, сэкономит мне время. Так вот, это у нас идет парковка-сеялка. Назначаем ему парковочку. И отправляем, собственно, припарковаться. Я надеюсь, вдруг ты там будешь жить и все у тебя будет хорошо. Да, здесь лежит один камень. Он когда-то застрял в текстурах. Когда-нибудь я его отсюда увезу. Но он здесь уже довольно-таки давно. И, друзья, у нас остается 467 тысяч. И, в общем-то, этого не хватает. Нам, друзья, нужен еще один комбайн. Я вообще изначально думал сделать для ускорения. Уборки сделать просто скорость жатки 20 км в час. На самом деле, я даже и сделал. И внимательный зритель в последних сериях обратил внимание, что комбайн у нас убирал быстро. Но я вернул все, как было, друзья. И купим мы второй комбайн. Честно говоря, что-то мне как-то не понравилось, как он летает. Не ускоряет эту уборку в два раза, если что. Разгружалки не успевают с ним работать. Так вот, друзья, нам нужен второй комбайн. А это 90 тысяч жатка с копейками. Ну, еще около 500 тысяч сам комбайн. Соответственно, нам нужно бабло. Что можно продать? У нас на самом деле дохренища всего ненужного. Можно продать удобрения с учетом того, что мы даже мост поставили. 12 тысяч литров кофе у нас тут лежит. Давайте, друзья, продадим один прицеп канолы. Можно даже ради эксперимента отправить нашу вот эту новую штуку. Тем более, она еще и побольше вмещает в себя. На порт Фитджеральд по 743 тысячи. Оно все продается. Так что, друг, давай оправдывай вложение в тебя. Порт Фитджеральд и вези туда канолу. И один раз, пожалуйста, всего лишь съездите. Кстати, сейчас это может не получиться у нас сделать, потому что я не помню, прописывал ли я, точнее, убирал ли я массу из заднего прицепчика. Так, этот припарковался, но как-то, честно говоря, не очень даже и красиво он это сделал. Но ладно, припарковался и припарковался. А вот этот чел, это уже и становится интересным. Лепота, друзья, лепота. Он даже не торчит и никому не мешает. Прекрасно. Не может не радовать меня это. Замечательно. Так, один он наполнил, должен наполнить второй. Правильно? Правильно. Работает. Надеюсь, на точке выгрузки это тоже будет работать. И надеюсь, я убрал ему массу. Судя по всему, убрал. Хорошо. Для чего, друзья, мне так много возилок и почему они все разные? Почему я не избавился вот от этого на 14 кубов, например? Потому что, друзья, надо, чтобы они были на все объемы, примерно на все объемы, которые можно себе представить. То есть, у нас есть штука, которая может отвести 14 кубов. И мы ее будем отправлять, если нам надо отвести там 14, ну, допустим, даже 30 кубов. Два раза можно отправить эту штуку. Например, на лесопилку отвести уголь. Я там слежу все время, чтобы там вместимость всего 30 кубов. Я, друзья, когда там становится, грубо говоря, 15 остается, я отправляю вот этого трактора один раз съездить. И он, в общем-то, едет и возвращается на базу. И ничего лишнего не остается. Вот этого маленького, друзья, покемона мы взяли для того, чтобы опустошать карьеру. Там очень мало места, чтобы развернуться. И вот у этой штуки должно получаться, там без проблем разворачиваться. Соответственно, он будет оттуда ездить нормально. Также у нас есть прицеп на 50 кубов. Ну, 47, условно 50. 270, 520 и 540 получается. В общем-то, на вкус и цвет. То же самое с водой. Есть на 30 кубов, есть на 100. Так что, все замечательно. Погнали, друзья, пока что на склад, пока мы ждем деньги. Надо нам немножко выгрузить арматуры и остальных балок. И посмотреть, сколько нам надо, чтобы контейнер составить. Блин, арматуры надо дохренище. Остальных балок нужно 2 поддона. А арматуры 9 поддонов. В общем-то, на самом деле, это можно и руками отнести. Или зачем руками, если у нас есть новая классная штука. Давай, 3 поддона таких. А арматуры сколько сможешь? 7. Черт. Нехорошо получилось. У нас есть новая такая штука. Давайте с помощью нее, в общем-то, и отвезем. Кстати говоря, первая наша платформа уже накатала довольно-таки много. Она сейчас стоит и ждет, пока я ей выгружу 2 вот этих самых контейнера. Но я пока что не выгружу ей этих 2 контейнера, потому что их нет. Как только она их получит, она сразу же отвезет. Так, не то я сделал. Давай, загружайся. Шикарно. Все работает. Так, мы всего 10 поддонов сюда выгрузили. Еще влазит 6 штук на этот прицеп. Поэтому давайте добавим еще 3 таких и 3 таких. И их тоже закинем на наш вот этот вот самый прицепчик. И когда они сюда залетают, бздынь, мы везем их и выгружаем. Выгружаем на склад. Делаем вот так вот, и оно все выгружается. О, дядя. Стоять. А что ты загрузил вот эту штуку? Причем 2. Он ее воспринял как этот самый. Как контейнер. Давай на склад тебя. А я не знал, что это так работает. Между тем у нас, кстати, прицеп канулы продался. Точнее не прицеп, а грузовик. И сейчас пошел прицеп продаваться. У нас, соответственно, появились денежки, которые мы сможем потратить. Давай, едь обратно на промзону. А ты давай, едь, склад, мост, вот это вот, жди. В общем-то, у нас тут сейчас появятся арматуры и стальные балки. Сможем загрузить ему карьер, отправим работать. А пока, пока не отправляем. Пока, друзья, мы идем в магазин. Пока наш канул продается. Еще 200 тысяч. Друзья, мы покупаем комбайн. Можно, кстати, его покрасить в красный цвет классовский. А обод в зеленый. Типа наоборот. На самом деле, не стоит этого делать. Но красный вполне себе смотрится. Слушайте, а мне даже и нравится. Можно какой-нибудь логотипчик сюда присобачить. Пускай вот такой вот будет. Номер мы ставить не будем. Колеса оставляем стандартные. Вместимость ему повышаем. Двигатель, а пускай будет еще. Деньги есть. Не проблема. И, друзья, такую же жадку, как и на первом комбайне, ставим. Красим ее в такой же красный. Так, здесь у нас класс. Цвет дизайна получается. Мы тогда ставим белый класс. Цвет обода тоже ставим белый класс. Слушайте, красивенько получилось. Покупаем ее. Ну и прекрасно. Теперь хороший вопрос. Как называется парковочное место у этого комбайна? Называется парковка Лексион. Значит, у этого комбайна будет парковка класс. Потому что я помню, там такая точно была. Парковка класс. Комбайн класс. Вот она. Назначаем. И погнал. Иди паркуйся. Она все никак не хочет перекидываться на основной склад. Хотя скорость 4 миллиона литров в час. Есть, конечно, вариант время ускорить. Но с учетом того, что у нас скоро закат, мне бы этого делать не хотелось. Потому что до заката у меня еще есть дела здесь. Ладно, друзья. Раз он не перекидывается, значит и хрен с ним. Значит, что я сделаю за кадром? За кадром, друзья, я уберу вот эти вот поля все с пшеничкой. И засею новые урожаи. А также буду заботиться обо всех предприятиях. Сегодня, друзья, я вам все показал, что у нас есть, что у нас работает. Больше я на них акцент делать никакой не буду. Также, друзья, закончу стройку моста. Посвожу все с предприятия. Все позаполняю, что все было хорошо. Чем-нибудь засею, в общем-то, поля, друзья. И встретимся, когда у нас будет уборка. И следующие наши какие-то шаги в экономическом, скажем так, развитии. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если хотите смотреть серии заранее, скорее всего, когда выходит на ютубе, это все дело уже весь сезон отснят. Тем, кто уже подписан на бусте, вам, друзья, огромное спасибо за поддержку. Лайки, комментарии, в общем-то, не забываем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-ки. О, перекинулась эта штука. Значит, смотрите, что мы делаем. Арматуры. Создать один поддон. Стальные балки. Создать один поддон. Нажимаем на волшебную кнопочку. И эти самые поддончики, контейнеры, большие, у нас сгружаются на грузовик. После чего грузовик уезжает и отвозит эти контейнеры на строительство моста. После чего он сюда сам вернется и будет ждать следующую партию. Но это, правда, последнее до этого моста. Дальше надо будет делать другой мост.